Всем большой привет! Сегодня я запускаю новый тег на русскоязычном буктюбе, который я посмотрела у одной испаноязычной букблогерши, а она в свою очередь взяла этот тег с англоязычного буктюба. Я кое-как подправила вопросы, потому что на испанский они были переведены не совсем корректно, я не знаю, специально ли или нет, но я так или иначе перевела эти вопросы заново. И надеюсь, вам этот тег понравится, и вы тоже примете в нем участие. Тег называется «Шоколадный буктег». И, в общем, здесь речь пойдет, конечно же, о шоколаде. Все любят шоколад, кроме Оли Понедельник. Но ничего, Оля тоже может сделать этот тег, даже в зависимости от ее нелюбви к шоколаду. Итак, у нас с вами 8 видов шоколада, и каждому виду шоколада соответствует какая-либо к нам ехали. Первый вопрос. «Темный шоколад» – книга с темной тематикой, то есть насилие, одиночество, смерть и тому подобное. И ответом на этот вопрос я выбрала книгу Чака Паланика, которую я не так давно прочитала. Называется «На проклятые». И в этой книге речь идет о девочке, 13-летней, которая после смерти попадает в ад. И как она, собственно, там обустраивается, и как она из этого ада пытается выбраться на волю. То бишь в рай. Книга с достаточно все-таки темной тематикой, с темной обстановкой, атмосферой. Причем и как в настоящем этой девочке, то есть после ее смерти, так и в ее прошлом, при жизни. Поэтому я считаю, что эта книга достаточно хорошо подходит для ответа на этот вопрос. Второй вопрос. «Милый шоколад» – легкая и веселая книга. Я подобрала для ответа на этот вопрос нескольких авторов, несколько книг. Одним из таких авторов является Екатерина Беймонт или Беймонт. Я никогда не знала, как правильно произносить. Я помню, что когда я читала эти книги, давно это было, когда куда-то ездили с родителями отдыхать, вот уже в более сознательном возрасте, подростковом. Иногда я читала эти книги, брала их у мамы, они такие легкие, ненавязчивые, в общем, то есть забавные, смешные достаточно. И в принципе они подходят для ответа на этот вопрос. Также, мне кажется, произведение Хиллори, замечательного актера, который сыграл в числе других ролей доктора Хауса, написал книгу «Торговец с пушками», которую я тоже прочитала уже давно. И вообще, я даже не помню, о чём она, но помню, что она была такая достаточно лёгкая, весёлая и негрульная. И также мне только что пришла в голову целая серия книг, которые я читала, даже стыдно сказать, когда мне было лет 15, наверное, около того, стыдно сказать, потому что это такая серия книг, которые вообще-то лучше лет до 17 не читать. Забыла, как зовут автора, найду-напишу. Серия называется «Ибица», про молодых людей, работающих аниматорами на Ибице, и со всеми вытекающими из этого последствия. Тоже забавная такая книга с интересным сюжетом, с развитием событий. Ну, в общем, много там всего навешено. Но под белый шоколад подойдёт. Следующий вопрос. Молочный шоколад. Следующий вопрос. Молочный шоколад. Разрекламированная книга, которую ты очень хочешь прочесть. Я выбрала книгу Маркос Зузак «Книжный гор», потому что я знаю, что они очень много говорили, говорят и будут говорить, но я ещё её не прочитала, и вот хочу её очень прочитать. Следующий вопрос. Шоколад с карамелью. Притерная липкая книга. Мне очень было сложно ответить на этот вопрос, потому что я не читаю любовные романы практически, да, то есть какие-то классические произведения, в которых есть любовные линии, читаю, но никакой из них мне не показался пока притерным и липким. Предположим, вот этот автор Федерико Мочи, итальянский автор, который написал «Три метра над уровнем неба», и, в общем, продолжение этой книги, они достаточно такие сладкие, притерные. Потом «Сумерки», в общем, достаточно сладкая книга, «50 оттенков серого», я первую часть читала. Но, если честно, очень-очень сложно было ответить на этот вопрос, не читаю я сладких книг. Следующий вопрос. Киткат. Книга, которая удивила тебя из последних книг. Вот эта книга удивила меня, я прочитала её совсем недавно, это «Джиллиан» или «Гиллиан Флинн», «Исчезнувшая». Я расскажу о ней в книгах «Майя», и она меня просто поразила и сразила на повал. Следующий вопрос. Сникерс. Книга, которая свела тебя с ума. Почему «Сникерс» и книга, которая свела тебя с ума? Потому что в английской версии этого вопроса стояло «to go not about», то есть выражение «to go not», как я поняла, означает «сойти с ума», «крыша поехала» в этом духе. Я не совсем понимаю, то ли здесь в отрицательном смысле, то есть в негативном, то ли в позитивном, но я отвечу в позитивном. Меня опять же свела с ума книга «Джиллиан Флинн», «Исчезнувшая». Просто крышесносное прогреждение. Надо читать. Следующий вопрос. «Горячий шоколад со сливками и маршмеллоу». Такие зефирки, которые тают, да? И здесь имеется в виду обволакивающая, уютная книга. И для ответа на этот вопрос я выбрала серию о Гарри Поттере, особенно первые несколько книг, когда еще не так много жестокости и противостояния, когда все, они еще маленькие, все так классно, фоквард, все Рождество, праздники, учеба. Вот это очень-очень уютная книга. И последний вопрос. «Шоколадные конфеты». Серия книг с обширной тематикой, в которой каждый найдет что-нибудь для себя. Я, опять же, не совсем разобралась, имеется ли в виду здесь серия, то есть как, например, «Голодные игры» или «Дивергент», что там сейчас читают. То есть серия как «Сада», да? Несколько книг серии. Либо же имеется в виду какая-то литературная серия от какого-либо издательства. Если речь идет о саге, то я, пожалуй, за опять «Гарри Поттера», потому что я его не читаю. Янка Далл практически. Я так примерно представляю, что, наверное, в «Голодных играх» практически каждый может что-то для себя найти, но так как я ее не читала пока, не могу ничего ответить. А «Гарри Поттера», в принципе, я считаю, что это книга для всех возрастов. Возможно, первые, там, две книги, три, они для более младшего возраста покажут, смогут показаться. Остальные книги уже для более взрослых, но там, в принципе, каждый может для себя что-то найти. А если речь идет о серии, как серии от издательств, то я бы назвала, пожалуй, серию «Азбука классика». Это моя любимая серия книг. В ней вы найдете все, что только ваше угодно, как русскую, литературу, поэзию, так и зарубежную классику. Также есть некоторые современные книги, которые уже стали классикой по каким-либо критериям. Я считаю, что это лучшая или, по крайней мере, одна из лучших серий книг, в которой каждый что-то для себя обязательно найдет. Это были все вопросы шоколадного тега. Я надеюсь, что он вам понравился, что вы его подхватите. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok